В общем, всю ночь стоял у меня этот, ну не всю ночь, до трех часов, да, Юр, ты говоришь? Типа на режиме йогурт, типа этот творог, йогурт-творог. Вот, потом я его поставила на режим keep warm, то есть как бы поддержание температуры. Ну, он там, видимо, подогревается немножко на час. Прошло час 20, вот смотрите, что образовалось. Вот такая вот штука. Я так понимаю, надо еще оставить, и тогда это все превратится в творожок. Наверное, я еще на час оставлю, и посмотрим, что получится. Ну что, ребята, я продолжаю эксперименты с творогом. Я осознала, что у меня нет достаточно большого ситечка, чтобы этот творог просидеть. Марлечки у меня тоже нет, поэтому вот бегу в Walmart найти побольше ситечка. Так, ну что, вижу вот такое ситечка. Наверное, это для муки. Но тоже маловато. Мне кажется, маловато. Надо что-нибудь побольше. Так, вот это зелененькое тоже похоже такое, маленькое. Здесь внизу что есть? Типа дуршлаг, но он какой-то такой тоже не очень. Вот такой дуршлаг есть. Не знаю, вот такой подойдет или нет, кажется, не очень, да? Много, наверное, творога провалится туда. Хотя, может, и подойдет, потому что других ситечек я что-то не вижу. Вот это что-то там, какие-то миски металлические. К чему бы они? Что-то я больше не вижу никаких ситечек. Это просто, по-моему, чашки без ничего. Вот это что такое? Это тоже чашки. Так, ну, так скажем, выбор невелик. В общем, поиски в Омарте не увенчались успехом, поэтому решила попытать свое счастье в Таргете. Вот что здесь есть. Так, это тоже дуршлаг. Ну, довольно мелкий. Можно, кстати говоря, попробовать. Вот это тоже. А вот это вот, знаете, такое, которое на кастрюле одевается. Ну, в смысле, чтобы что-то сливать. Видимо. Вот еще вот такой есть тоже дуршлаг. Силиконовый. Так. Что же с ситечками? Обстановка. Вы видите? Вот тоже дуршлаг. А, кстати, вот такой довольно мелкий. Но, правда, стоит, конечно, почти 28 долларов. Что-то даже не знаю. Так, вот есть ситечки. Ну, такое у меня есть. Вот у меня ровно такое. Вот такое маленькое. Она действительно маленькая. Сейчас еще меньше. Но побольше что-то опять не вижу. Вот мне бы вот такое, конечно. Но только большое. Так, вот тоже есть. Типа дуршлаг. Как вы думаете, такой подойдет? Ну, кажется, такой подойдет. Для творога, по-моему, сойдет. Потому что больше вариантов как-то особо не вижу. Стоит он 8 долларов. 8 долларов, потому что больше ситечек никаких не наблюдается. Вот же проблема, да? Еще и ситечка надо найти. Кстати, вот это что? Это вот чтобы... Не знаю, в чем-то носить, что ли. Тоже, кстати. А, вот, смотрите. Есть такая тряпочка, в которой... Ну, кстати, можно вот, наверное, вот такое. Это вот как раз для творога, смотрите. Риюзабо. Вот сюда вот они вот делают. Тут моцареллу или что-нибудь там делают. Какой-то творог тоже. О, органик, коттон. Чиз, клоус. Смотрите. Я, похоже, нашла марлечку. Вот, наверное, ее и возьму. Стоит она 3 доллара. Ситечка, наверное, выгоднее, практичнее. Ну, попробую, наверное, сначала марлечку. А вдруг мне надоест это делать. Марлечку выкинуть хотя бы можно. Но сито будет место занимать такое большое. Возьму марлечку. Ура! Смотрите, какая большая эта тряпка. Полотно это, которое я купила. Сейчас я, наверное, кусочек от него пока отрежу. О, смотрите. Юрка пришел на помощь сливать творожок. Так, аккуратненько, аккуратненько. Давай, может быть, его этим переложим. Как он называет? Нет, тоже нет. Давай возьмем, переложим этим. Поварешка. Нет, нет, у меня сейчас надо. Потому что она будет брызгать тебе и будет горячо. Не горячо. Просто, чтобы она не хлюкала. Это все я в мультиварке делала. На кейт-ворме она у меня два с лишним часа была. Вот видно, что превратилось. В общем, похоже на творог. Творожок стекает. Вы знаете, он получился. Честно говоря, я не ожидала результата такого. Но, кажется, он не получилось. Ура! Первый мой творог. Смотрите, переложила. Вот столько получилось. Я не знаю, наверное, полкило получилось творога. И он такой приятный на вкус. Чуть-чуть с кислинкой. Видимо, из-за вот этого боттермилка. Очень такой нежный. Довольно рассыпчатый. Я его хорошо отжала. Хорошо он стек. В общем, первый блин оказался не комом. Я прям рада. Смотрите, как мало она дарит ромку для счастья. Леш, смотри, что мы купили. А на русском ты можешь сказать? Я не знаю. Так, сегодня у нас 15 декабря. И мы начинаем свой квест по доставке подарков жителям Ледяного края. У каждого мальчика, младшего, младших мальчиков. Макс в этом не участвует, да? Вообще-то мальчик еще и Макс здесь. Ну, Макс не участвует в этом. Так, у каждого своя карточка. Да, у каждого своя карточка. У каждого свое задание. Так, Леша, у тебя какая карточка? Я хочу открыть. Синяя, да? Да. А у Вовы какая? Зеленая. Давайте по очереди. Кто будет первым отгадывать? Хорошо. Кто? Вова, да? Ну, хорошо. Давай, Вова. Надо читать задание. Тебе помочь? Я думала, потому что я уже давно не читала по-русски. Давай, я буду читать. Ты слушай внимательно. Леша, ты не мешай. Слушайте. Оба можете слушать, потом друг другу, может быть, помогать будете. Милейший почтальон, а ты любишь спорт и правильное питание? Я лично предпочитаю зерновые хлебцы, обезжиренный творог и зелень. Подождите, не отрывайте ничего. И вообще, отказался от сладостей. От тренировки лучший способ проводить время. Хочешь, будем тренироваться вместе? Мой обычный распорядок дня такой. Сперва пробежка, потом несколько подходов к штанге, легкий завтрак и через час водные процедуры. А еще решил улучшить свой рекорд. Раньше я делала только 200 приседаний в день, а теперь буду делать 300. Раньше толкал штангу с тремя блинами, а теперь обязательно толкнусь с четырьмя. Я начну, впрочем, с разминки, чтобы мышцы разогреть и на рекорд. Желаю тебе новых рекордов. Как вы думаете, кто загадал этот подарок? Я думаю, что... Сначала надо выбрать, кто. Подожди, я думаю, это он. Кто это? А кто это он? Это кто? Это мальчик с гантелей. А как ты думаешь, чем он занимается? А он занимается спортом, он бежит, он гантелю качает. И вот если он спортом занимается, то как они называются, эти люди? Силачи. Нет. От слова спорт. Спортеры. Спортеры. Нет, не спортеры. Спортсмен называется. Ой, спортсмен. Спортсмен. Я думаю, он говорит про еду, которое хорошее, я думаю, что это огонь. Нет, подожди, смотри, я тебе дам подсказку. Вот в этом тексте есть заглавные буквы, которые поставлены не в тему, неправильно, не на месте. Посмотри, заглавные буквы, знаешь, что такое заглавные буквы? Да, это большие. Да. И вот они где-то поставлены... А здесь почему я? Ну, потому что это вопрос. После вопроса я пишу с большой буквы. Где-то стоят заглавные буквы, которые посреди предложения стоят большие, а должны быть маленькие. И, может быть, из этих букв можно составить слово и подарок, который хочет спортсмен. Подожди, О, я нашел О. Давай мы будем записывать эти буквы. Я нашел О. Давай возьмем бумажку и будем записывать эти буквы. Хорошо? Да, я нашел О. Так, Вова нашел две буквы. Х, О. Давай дальше искать. Я отсюда, значит, О нашел. Давай, все слова проверяй. Так. Большие буквы. Большие буквы в тексте. Там, где они неправильно стоят. Нет, там, где они... Это даже... Надо в нужном порядке. В правильном порядке с самого начала. С самого начала. Внимательно смотрим. Так, что ты уже нашел? Слово «хочу», да? «Хочу». Что же он хочет? Ну, почему «б» маленькая? Это маленькая. Внимательно смотри, внимательно. Ты пропустил уже. Да, с... А, «Т». Ну, ты русскую только пиши, а не английскую. Я пойму. Ладно. Пойму. Что, почти все нашел, да? «Т». И что получилось у нас? Какое слово? «Хочу торт». «Хочу торт». «Торт?» «Торт?» Ну-ка, покажи. А, она белая, потому что... Он слишком... Надоело диета его, да? Да, ему надоело. А у нас есть торт? Да, да, да. О, какой красивый. Давай приклеим. Я хочу приклеить. Нет, ты свой будешь клеить. Это мое задание. Это Вовина задание. Он прекрасно с этим справился. Молодец. Вот он. Возле него торт наклеим, да? Подожди. Пусть он будет. Хорошо. И знаете, будет. Так, значит, у нас спортсмен хочет торт на Новый год, да? И вот. У него торт наклеим. Так, Алеша, давай, твое задание. Мне интересно даже, Алеша. Будешь читать? Лето. Сначала вот первое. Читай. Здравствуй. Здравствуй, почтальон. Летал я надо скалами. Далеко гляжу. Гляжу все. Все вижу. Вижу. Принял за дубу добычу. Принял за добычу шапку, да? Неловко. Наверное, это он. Кто он? А кто это? Он что, летает, что ли? Над скалами? Нет. Он не летает. Я ему объясняю. Он же не летает. Он не летает. Он не летает, но он летает. И это может быть животное. Давай дальше. Читай. Подожди. Нам надо еще понять, что он хочет подарок. Где я останусь? Ну, что-то где-то у него там неловко получилось. Неловко получилось. Мне нужен прибор очки, называется... Почтие называется? Чё? Чтобы... Чтобы... Чтобы улучшить... Улучшить? Улучшить зрение вода. Вдали. 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 А, это уже понятно. Орел, и он чествует, что он хочет очки. Очки он хочет, что ли? Всё? Чтобы улучшить зрение. Да. Орел, который хочет очки. Да. Только ума не приложу. Как мне носить эти очки? Они же душками за уши цепляются. А ушных раковин-то у меня нету. У орла. Может, ты придумаешь новую конструкцию, чтобы и таким, как я, подходила. Заранее благодарю. То есть, он хочет очки, но он просит придумать, какие бы ему очки подошли. Надо их сконструировать, нарисовать. Нарисовать вот здесь вот. Как должны выглядеть очки, которые подойдут орлу? Во, Лёша, как ты думаешь? Я хочу... Подожди, это же Лёша на задание. Ну, давай. Ты сначала Лёша придумает, а потом ты. А потом мы посмотрим, какие больше подойдут. Хорошо? Ты, Лёша, будешь клеить очки этому орлу? Лёша, давай клей очки. Очки приклею, Лёша. Очки приклею. Ну да, вот к орлу. А Орел же хочет очки. Да. Но придумай. Клей давай, Лёша. Лёша, приклею вот так. Нет, ну да, можешь как хочешь. Как хочешь, даже их ногами можно. А, он как будто их, да, стащил, да, очки? Да. И он своими крыльями выглядит. Давай, Лёша, как ты думаешь, как надо сделать очки такие, чтобы подошли орлу, чтобы они не сваливались с головы? Наверное, нам нужно такое. Нарисуй, как ты думаешь, как они должны выглядеть? Вот у меня есть идея большая. Вот это у нас очки. Огромные у него. Отлично. А как мы их наденем на него? Вот, а вот это... А, резиночку что ли сделать? Да. А, круто, давай. Ну, поменьше. Поменьше, да, чтобы набор. Сейчас мы поймёте, Лёю. А теперь, давай, сейчас никто не поймёт. Теперь Вовина идея, как сделать очки. Это похоже на Лёшу, но это не Лёшу. А у тебя что здесь? Это шарка, которую можно одеть. А, и она с очками. Да. А, ну хорошая тоже идея. Мне обе ваши идеи нравятся. Вы оба молодцы. Да. Я просто подумала, это Вовин. Ну, просто... Вовина ещё идея хороша тем, что зимой ему хорошо будет в этой шарке, не холодно. А почему у них всё зимой? Смотри, у Лёши будет летний вариант очков, но он же круглый год уже на очки носить, не только зимой. Лёшину будут летние очки с резиночкой просто. А мой... Вовины будут зимние очки. А ты ещё помпончик нарисуй, чтобы понятно было, что это шапка. Такой вот помпончик кругленький, пушистый. У тебя есть шапочка. Да, сейчас Лёша сделает. Пушистенький, да, помпончик. Дей, 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 я хочу вам прикол показать один. Отлично. Это что, новогодний, да, у него? Да. Как здорово. А, снеговик. Здорово, здорово. Лёдя, помпончик похож на снег. Очень классный помпончик. Или здесь мини-помпончик. Ну что, дети, вам понравилось задание? Да. Ну классно. Завтра будем продолжать, значит, да? Что такое? Всем привет, с кем ещё не успела поздороваться. Я же съеду к старшему сыну в школу. Ну, естественно, они там учатся онлайн, но школа написала, что они подготовили какие-то наборы для того, чтобы дети не скучали. Ну, я так думаю, что это что-то связанное с Рождеством, Новым Годом. Вот. Сейчас поеду, заберу и покажу вам, что они нам выдадут. Ну вот, я забрала наборчик, который нам тут дали. Давайте посмотрим, что тут внутри. Текст. Это что такое? Что-то замотанное. Маска ли это? Ага. Представляете, это маска. В цветах их школы. У них школа. Там викинг. И он такой, желто-синий цвета у них. В общем, это маска. Что ещё? Так. Это какой-то мячик, судя по всему. Смайлик. Мячик-смайлик. Что-то звенит, что тримит. А, это какая-то игра. Видимо, надо вот так вот загнать эти шарики. По-моему, игра, вызывающая стресс. Так. Так. Это, видимо, не знаю, для санитайзера, что ли. На рюкзак. Или что-то такое. А, это мыльные пузыри. Смотрите, такие маленькие мыльные пузыри. Так. ММДМ-смайлик. Называлось это Fun Kit. Набор, короче, для веселья. Так. Это что? Бинго. Это, видимо, настоящая бинго. Билетик. Угу. Что ещё? Это, короче, набор для восьмикластика. В школе учатся только седьмые и восьмые классы. Вот это набор для седьмых и восьмых классов. Так. Так. Это, видимо, раскраска. Вот, видите, это их логотип. Их этот викинг. Так. Это, да, раскраска, похоже. А это что такое? Так. Это какие-то, в общем, какой-то чек-лист для того, чтобы не скучать, в котором написано по поводу еды. Типа попробуй новую еду, попробуй приготовить еду для всей семьи. Короче, брауни сделай. Какой-то виртуальный тур по известным местам. Это всё, что касается еды, вот здесь вот всякие разные активити, random fun, видеогеймы, какие-то активити с семьёй, movie night, ну, в смысле, ночь кино, вот это вот всякие арт, ну, то есть искусство, рисование. Вот, ну, то есть они тут рекомендуют какие-то активности, которые ты можешь делать, если тебе скучно. И если ты её сделал, вот ставишь галочку. Знаете, что такое? Это тоже всякие готовка, выпечка, друзья, семья, видеогеймы, снаружи игры, в общем, тоже новые хобби. В общем, они рекомендации дают, чем занять себя и развлечь, если тебе скучно. В общем, вот такой вот наборчик. Завтра ещё поеду в школу к младшим. Они там тоже что-то выдадут, помимо учебных материалов, тоже какие-то подарочки на Новый год и развлечения.